Пока детские горки находятся в центре внимания, другие возникают в городе как-то стихийно, но не там, где нужно. Точнее, там, где их и вовсе быть не должно. Парковок с трамплинами водители чаще остерегаются, иные рискуют состоянием своего авто. Были бы и были эти горки, они опасны тем, что когда съезжаешь и передним бампером виснешь, и в бамперах она под покраску потом. Сколько стоит покраска? Ну, от пяти и выше, смотря какая машина. Подобные препятствия появляются в ходе чистки дорог от снега. Дальше все это накатывается, а нынешней зимой еще и перепад температур свою роль сыграл. Все это покрылось льдом, говорят в мэрии. И добавляют, что касается подобных нарушений, нужно разграничивать зону ответственности. Тут надо смотреть территориально, к кому относится именно земельный участок. Допустим, есть участки, которые относятся к муниципалитету, и к дорогам, то мы их очищаем. Соответственно, есть, которые относятся к торговым точкам и к зданиям, в которых расположены эти торговые точки. То есть, тогда выбирают уже собственники. Кроме того, в мэрии подчеркивают, привести в порядок парковки, на которых круглосуточно стоят машины, нереально. Но свои обязанности выполняют и регулярно проводят проверки по очистке улиц от снега и наледи. К примеру, на днях протокол о нарушении был составлен на один из ТЦ в самом центре города. Вот только помимо центра есть еще и другие улицы, где приключения на парковках продолжаются. Анна Рашагирова, Александр Антропов, День с толком.